Вот вы Карамазовых упомянули. Считается, что Достоевский на самом деле достаточно благодарный материал для экранизации, что на самом деле часто бывает так, что либо постановки, либо ленты гораздо более доходчиво доносят идею писательскую, чем само чтиво. Как вы считаете, это правильный тезис или ложный? Я думаю, что это обманчивое ощущение. Мы сейчас не про бесов говорим, а вообще в целом. Я думаю, что это обманчивое ощущение, потому что сделать хорошую экранизацию в чистом виде и передать то, что хотел передать нам автор и то, что он завещал поколению, это так непросто сделать. Очень мало удачных сериалов на эту тему и на тему классиков. Их можно пересчитать буквально по пальцам. Но мне кажется, что самая главная задача режиссера – это не мешать классику со своими премудростями, а попытаться все-таки перенести очень грамотно то, что он хотел нам передать, вот нам, людям, живущим уже в 21 веке. Мне кажется, что это очень-очень-очень важно. Вы знаете, я как-то с этим столкнулся вот в своей профессии режиссерской. Мне вот такое было счастье работать над опера «Пиковая дама» с Валерием Писаловичем Гергиевым. И когда я сказал слово «да», я потом ужаснулся, потому что я понял, что я не знаю, как это делать. Я просто понял, что я не знаю. И тогда, после долгих мучений, а я не читаю партитуры при этом, я сидел ночами и темы записывал в тетрадку, не по нотам, а вот как режиссер предложениями музыкальные темы расписывал. И я потом понял, что надо просто не мешать, надо давать, чтобы это произошло, потому что музыка сильнее, чем то, что ты считаешь туда привнести или то, что ты хочешь туда привнести. И также, мне кажется, что идея бесов, она настолько сильная, что нужно просто угадать, нужно правильно это прочитать, нужно суметь это прочитать, нужно суметь это передать, чтобы это чувство, которое возникло у уважаемого Анатолия Борисовича, возникло и у зрителя, который будет смотреть, который будет смотреть, будет смотреть, выключать, не буду смотреть, такой дрянь такая, нет, включу, посмотрю эту дрянь. А Петь, вот чтобы это чувство, оно хорошее на самом деле. Ну, знаете, у многих чувства-то бывают, ну, то есть чувства-то бывают разные. У некоторых возникает чувство, вот, допустим, как там было, не помню, разорвать, да. Многих хочет Чубайса разорвать. На счастье, когда они читают его тезис относительно. Я не отношусь к этим людям. Это я понял уже, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. По-честному. Так. По-честному. А.